В ходе судебных слушаний между Apple и компанией Epic Game старший вице-президент по разработке по Apple Крейг Федереги настаивал на необходимости жесткого контроля магазина App Store для обеспечения безопасности iPhone. Тем не менее, окружной судья США Ивон Гонсалес Роджерс не вняла его доводом, заключив, что топ-менеджер возможно приукрашивает правду ради аргументации. Выступавший на заседании Федереги отмечал, что смартфонам нужна не менее серьезная система проверки приложений, чем используемая на компьютерах Mac, пишет The Verge. Однако судья заявила, что вице-президент Apple намеренно попытался выставить Mac OS в плохом свете, не предоставив никак доказательств, что приложения на айфонах более уязвимы, чем на маках. Судья назвала легко достижимым вариант, при котором компания могла бы реализовать в iOS похожую на используемую Mac OS в систему, допускающую загрузку приложений из других источников. Тем не менее, в результате суд не стал обязывать Apple разрешать установку iOS-приложений из альтернативных магазинов. Многомесячный судебный процесс между Apple и компанией Epic Games завершился накануне. По его итогам производителя i-устройств обязали разрешить разработчикам использовать альтернативные имеющимся в App Store платежные инструменты. Постоянный судебный запрет вступит в силу через 90 дней 9 декабря, если не будет отменен вышестоящим судом. В Epic заявляли, что будут подавать апелляцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...